Так вот, жанр True Crime, в чём его привлекательность. В 60-е годы в Америке произошла диверсификация, которая потом постепенно захватила все остальные страны мира. Разделение литературы на чистый документ и чистую фэнтези – это диверсификация, которая, в общем, нормальна, которая должна происходить. Потому что диверсификация, усложнение, разделение – это главный сюжет всего живого. Вот человеческая личность диверсифицируется на несколько живущих внутри личности – это тоже нормально. Вот человеческое главное свойство – это усложнение процесса. И литература, традиционная проза распалась на два потока. Один – это пространство и торжество чистого вымысла, потому что там вы абсолютно свободны, там вы не скованы никакими условностями. Напротив, жанр документа – это жанр более точный, более строгий. И согласитесь, что расследование подлинной истории читать всегда, ну, лично мне, во всяком случае, интереснее, чем фантазия о том, чего не было. Поэтому литература развалилась на такие две половинки одного яблока. Склонно говоря, одна – это Иван Иванович. Уже нельзя написать «Иван Иванович вышел из дома и пошел на работу». Уже надо написать либо «Иван Иванович, такого-то года рождения, вышел из дома такого-то по такой-то улице и в машине с такого-то года поехал выполнять такие-то обязанности». И вторая – «Иван Иванович вышел из дома, замахнул крыльями и полетел на работу». Вот так есть угол для наглядности. Какая закономерность это предпределило? Ну, наверное, то, что мера условностей в литературе должна дойти до абсолюта, нужна чистота, порядка. Если фантазировать, так фантазировать по-настоящему, выдумывать всё, выдумывать мир. Например, есть такой термин «world building» – «фантастика строительства миров». Вот мы сейчас выпускаем в Корнеле сборник статей на эту тему. «Жизнестроительная фантастика в России и Америке». Азиотопическая, в частности, строительство миров – это уже очень распространённые темы. И далеко не всегда этот мир обладает своими закономерностями. Я вот тут, кстати, прикупил книжку Орсула Легуин «Steering the craft». Как бы создание наброска, создание плана. Орсула Легуин умела писать, преподавала клеить в рейтинге. Я даже не сфотографировался в Портлинге, где мы в соседних аудиториях читали лекции. И для меня эта книга, её про крафт, очень полезна. Как писать набросок, как выдумывать мир. Какие условия в нём должны быть соблюдены. Ну вот и в современной литературе эти две тенденции постепенно приводят к усилению нон-фикшен. Во-первых, потому что жизнь лучшая автор. А во-вторых, потому что чтение такой литературы, понимаете, она превращается в приключение. Фантастика не так мучает, как то, что было действительно. А здесь вы как бы сопереживаете реальному человеку. Войну с таким удовольствием, греховным удовольствием. Читаются истории про похищение людей. Внезапно исчезают тайны. Тайна же это главный стимул. А причём тайна бывшая. Такая, как Перевал Дятлова, а не такая, которую вы вырвали. Для меня вот это, наверное, самое приятное чтение. Особенно если учесть, что в американской литературе, в американской глубинке столько и сложности этого бытия, есть такие лазейки, щели, какие-то одинокие заброшенные дома, в которых какие-то маньяки обязательно живут, или какие-то тёмные провинциальные города, вроде кинговской безнадёги, через которые, проезжая, всегда дивишься, как это здесь живут люди. А не есть реально. Целые заброшенные города. Америка очень большая, очень многоэтажная. Не одноэтажная Америка. И поэтому здесь вот жанр true crime, особенно исчезновение, в американской реальности очень легко провалиться в щель. Хотя казалось бы, отслежен каждый твой шаг, везде камеры навешаны, но всё равно находится щель. Может быть это именно потому, что она переусложнённая такая жизнь. Это очень увлекательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!